Если говорить о Горбачёве и о роли в политике, начнём с того, что для многих Горбачёв является просто слабым политиком, то я считаю, что Горбачёв – это политик, который сыграл в истории России, наиболее зловещую роль, чем кто угодно. Но я никак не могу называть его слабым политиком, по крайней мере, во всём, что касается внутренней политики. Горбачёв – очень талантливый манипулятор. Он презирал ту элиту, которой руководил, много раз наблюдал с непотрясающим выражением лица, он смотрел на пленумах партийных, на тех, кем он руководит, или на съезде в 1927-1928. Он великолепно манипулировал съездом народных депутатов даже в эпоху, когда он был наиболее разогрет. Он прекрасно понимал, как надо противопоставить одного другому и как удержать какой-то политический баланс. Он знал, что противопоставляя одного другому, или, как сейчас модно говорить, осуществляя эту бесконечную разводку, сдержки и противовесы и всё прочее, он рано или поздно власть потеряет. Он шёл к этой потере власти, шёл холодно, спокойно, понимая, что он решает что-то, в чём он видел свою миссию. Это что-то являлось отнюдь не освобождением людей, и отнюдь не возвращением к чему-то гуманному, бескровному и так далее. Всё, что было сооружено Горбачёвым в виде развала Советского Союза и того, что за этим последовало, привёл к огромной крови. Только в Таджикистане гражданская война унесла 190 тысяч жизней. Если говорить о слезе ребёнка, а я надеюсь, что для наших гуманистов, которые говорят о том, что никакие преобразования не стоят слезы одного ребёнка, но это всегда очень лицемерный тезис, потому что любые преобразования, что чего-нибудь стоит, какой-нибудь слезы, а если их не проводить, то слёз будет ещё больше. Но предположим, что мы всё-таки встали на эту позицию и заговорили о слезе ребёнка. То слёзы детей, порождённые тем, что сделал Горбачёв, залили страну. Представитель колхоза Рахмонов, ставший потом президентом Таджикистана, взял автомат и пошёл воевать. После того, как ему в одной бане, в которой пытали людей, показали младенца с содранной кожей, младенец ещё орал. Наверное, это слеза ребёнка или не слеза ребёнка? Так вот, 190 тысяч трупов и 300 тысяч беженцев. Это самое скромное, что можно назвать по одному Таджикистану. У меня в кабинете стоит мина, которая взорвалась в бандерском классе. Остаток мины. Там дети праздновали окончание школы. Их не осталось в живых. Это не слёзы их матерей и всех прочих. То, что десятки миллионов наших соотечественников в одночасье оказались крепостными, брошенными на территорию других государств, это не слёзы? Вот всё, что произошло, это не слёзы? А русский крест знаменитый, падение рождаемости и рост смертности, который за десятилетия Горбачёва и Ельцина вместе унёс 26,5 миллионов жизней. Это не слёзы? Что оказалось куплено этой ценой? Благополучие ничтожного меньшинства людей. Если верить официальным данным, то в России на сегодняшний день 13,5% людей живёт ниже так называемого «морт», минимального прожиточного минимума. Такое слово «смерть», «морт», «морт» – это ниже этого уровня. Этот прожиточный минимум в 5 тысяч рублей какой-то доктор Менгеля современности изобретал. Но люди живут ниже этого минимума. Значит, у них непрерывно дети плачут от голода. Мы с вами здесь сейчас разговариваем, а где-то там, так сказать, на бескрайних просторах нашей страны плачет от горя 17-18 миллионов наших собратьев, наших сограждан. Они не в счёт. Это такой гуманизм, при котором нужно заткнуть уши и не слышать этот плач. Ещё 37% живёт от двух «морт» до трёх. То есть они живут в нищете. Вы им будете рассказывать о том, что зато теперь можно ездить за границу. Они из Томска в Омск переехать не могут, они за границу. А что они получили? Мобильные телефоны? Они есть в Африке и в Гималаях. Вот я видел, как в Гималаях, так сказать, женщина пахала на быке на высоте 5 тысяч метров. И, так сказать, при этом не разговаривала по мобильному телефону. И что? Так что получили-то? Свободу? Какую свободу? Enumerate, please. Перечислите мне, пожалуйста. Горбачёв сыграл в нашей истории чудовищную роль. И он знал, что он её сыграет. Но он уже в этот момент был политиком глобального масштаба. То есть он конвертировал своё место в процессе, так сказать, власть в России на некоторое место в мировой элите. Это стало очень модным. Как-то соблазн Горбачёва носит огромное значение. Сдать партию и политическую систему, которую сам же создавал, получить Нобелевскую премию. Ох, какой соблазн! Аж Ариэль Шарон под конец жизни соблазнился. Это явление, так сказать, сохраняет ли некоторые значения и поныне. Да, сохраняет. Сохраняет в том смысле, в каком оно влияет на международную политику, имеет какие-то терминалы и возможности рулить. Но я убеждён, что любая политика делает у себя в стране. И любой политик, прежде всего, думает только об одном – о любви своего народа. И когда он эту любовь теряет, когда становится ясно, что этой любви нет, когда постепенно всё более выпукло, всё более отчётливо, как на переводной картинке. Знаете, в моё время дети в это играли. Опускался такой бесцветный лист бумаги в воду, водился, водился, и вдруг на нём картинка появлялась. Как на этой картинке проступает реальная роль человека. Не, так сказать, вопли интеллигенции, которая очень любит говорить, что зато мои дети получили большие возможности. Но твои получили, а чужие-то нет. Я вот не обделён этими возможностями. Я совершенно не понимаю, как это можно говорить, если быть верным духу русской литературы великой. Достоевского, Пушкина, если вот там есть эта слеза ребёнка. Это как можно думать только о своих детях, не думая о других. Вот эта интеллигенция может это всё восхвалять. Что же касается всех остальных, то мы прекрасно знаем, как они относятся к Горбачёву. Он для них, так сказать, человек, который, так сказать, заклеймён народным проклятием. И человек, который этим проклятием заклеймнён и знает об этом, сколько бы ни играл в глобальную игру, рано или поздно и из ней, в ней окажется обесточен. И станет просто лурятом Нобелевской премии. Просто предметом, так сказать, который используют в рекламных кампаниях. Просто неким символом, расхожим того, что нужно кому-то. Так историческую роль и великую державу, и великие возможности развенивать на ерунду, на пустышку. Мне кажется, что в этом урок Горбачёв. А политик он во внутреннем, во всём, что касалось внутренней политики, конечно, талантливый. Но, повторяю то, с чего он начал. Бесконечно разрушительный и губительный. По окончательной своей исторической роли. Человек, возможно, в чём-то вполне неплохой. Но историческая роль – это штука особая. И чем старше становится человек, а Михаил Сергеевич не молод, тем ближе он подходит к неким окончательным рубежам, тем отчётливо проступает эта историческая роль. И от неё никуда не уйдёшь. Суд истории существует. Это не столь же неумолимый суд, как и суд Бога. И в этом смысле окончательные акценты расставляются всё более и более чётко. Они видны, и спорить с ними очень трудно.